Последний визит инспекционной комиссии ФИФА в таком большом составе был в прошлом году. Тогда специалисты говорили о нехватке зрительских мест, веб-зоны и высказали еще ряд претензий по некоторым вопросам. За это время картина изменилась. Стадион расцвел в прямом смысле слова. Взошла трава, семена которой были специально привезены из Нидерландов. Появились флагштоки, ворота, техническая зона, а также оборудованные раздевалки и другие необходимые помещения для футбольных матчей. О готовности стадиона эксперты говорили на заключительном пленарном заседании. В нем приняли участие вице-губернатор Край Николай Далуда и мэр города Анатолий Пахомов. Состояние дел достаточно у нас хорошее. Оно не вызывает никаких рисков. Было сказано, что городская среда готова. Более того, волонтеры и сами жители достаточно давно уже подготовлены, потому что событийных мероприятий в городе проводится в достаточном количестве. Опыт проведения событийных мероприятий у нас тоже достаточно огромный. Единственная задержка пока под дополнительным трибунам с северной стороны. Полноценным 45-тысячником стадион станет в ближайшие дни, но работы на этом не закончатся. Задержка происходит из-за непоставки металла с употрядчиками. Поэтому, как только металл будет поставлен, мы надеемся, 15 марта астребуна будет полностью завершена. Кроме того, есть мероприятия для работы, которые мы должны выполнить к 15 мая, к 1 июня. То есть эти работы, их достаточно большое еще количество, поэтому оно все идет в графике. Когда уходят строители, то за два месяца на неэксклюзивной основе начинает работать оргкомитет, начинается украшение стадиона, начинается добавление каких-то систем, которые нужны только нам, только на Кубок Конфедерации. И за две недели до первого матча у нас уже эксклюзивное использование. Здесь присутствуют только сотрудники оргкомитета. Сейчас специалистов инспекционной комиссии больше интересуют технические детали и практические организационные моменты. Ведь Фишт, единственный из 12 стадионов, был реконструирован под нужды футбола, а не построен с нуля. Изначально стадион был построен для церемонии открытия и закрытия зимних олимпийских игр, а не для игры в футбол. Поэтому мы тщательно изучаем различные аспекты, связанные с тем, как объект будет функционировать непосредственно в дни матчей и как будут организованы операционные потоки внутри стадиона. Еще многое предстоит сделать. Местные власти активно работают в этом направлении и исключают все риски. В таком большом составе инспекционная комиссия посещает все 12 стадионов, расположенных в 11 городах России, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. Накануне делегация посетила Казань и Санкт-Петербург, а завтра отправится в Москву. Это была пятая по счету контрольная проверка спортивной арены. На этот раз у экспертов нареканий к стадиону нет. Его готовность на финишной прямой. Сейчас завершаются пусконаладочные работы. А 28 марта «Фишк» примет первый тестовый матч. На поле встретятся команды России и Бельгии.